здравствуйте представьтесь пожалуйста здравствуйте я думаю что я уже не нуждаюсь в представлении не ну дело в том что те которые видели вас они на вас найдут и увидят а может быть сейчас новые зрители и новые посетители блога еще раз хорошо напомню светлана фролова всем здравствуйте у вас прекрасная новая прическа лучше я-то вас видел не прошлый раз тоже где вы делали такую изумительную прическу я сделал эту прическу сама и может я сама подстриглась до двумя ножницами вот сама стриглась собственно сама выпрямляла волосы вот такой вот образ потому что сегодня готовилась к такому интервью изумительно изумительно так красиво просто удивительно нравится мне вот непривычно кстати мне кажется что тот образ более не но вот я видел ваши фильмы сериалы и ваши роли но там вот у вас сейчас вид светской дамы красавицы а там вас обычно роли там секретарша в каком-то поликлинике консьержка и так далее то есть вам придется переграммироваться когда будете играть вот придете на работу я не знаю почему не дают такие образы это даже расходится с моим внутренним каким состоянием даже сегодня я опять играла девушку которая из одессы такую простую девушка которая работает там доброотботницей не знаю почему не дает вы были в городе одессе я была в одессе и мне очень там нравится хочу съездить еще раз я снималась фильме однажды в одессе и мне очень понравился город очень хорошие очень дружелюбные люди с чувством юмора кстати я написал песню который поэт боба грек про одессу и она действительно было целое лето популярной на радио шансон сейчас немножко забылось и у меня друг тоже из одессы но самое другое что я никогда в одессе не был не были одессе кстати правильнее говорить именно одесса потому что считается что те кто приехал они говорят одессы сразу можно вычислить что это приезжие люди что это из москвы такой совет а все время уже говорит одесса это правильнее вот так тогда никто не вычислил да очень много песен об одессе у меня был один друг он действительно он написал великую песню семидесятых может вы слышали эту песню она называется так вот опять сентябрь подпалил листву но приходит туча рассвет а прибег такой где ты мне теперь все равно с с кем ты теперь все равно помните эту песню нет я не припоминаю честно говоря но мне очень понравилась ваша песня я послушала ливень дождя не знаю кто это поет это поет как раз анжелика наша подруга анжелика очень отлично мне понравилась кстати песня сейчас как раз вот она выпускает альбом и эта песня будет хитом отлично ну мне понравилось да да это изумительная песня и она довольно долго писалось мне понравилась очень песня ну надеюсь она будет популярной они три года я не выпускали эта песня три года ждала своего часа но очень часто люди долго ждут своего часа конечно я тоже ждут сейчас когда же она станет ну как бы такая популярная актриса хочу вас каждый день приходя на работу вы по-моему становитесь героем своего часа это да потому что все ждут дело в том что когда вы появляетесь на экране там ну видно что фантазирует там сценарист из себя выходит там продюсер а когда вы выходите в кадр появляетесь люди чувствуют у экрана ну они пришли домой к себе домой они чувствуют знакомое лицо и чувствую себя весьма уютно по крайней мере так я себя чувствую я очень рада что нравится зрителю да да то есть вот этот момент узнавания очень важен мне кажется особенно в сериалах ну как вы встретили новый год где вы встречали я встречала новый год в разных абсолютно местах у меня был новый год и по мексикански и по итальянски вот так же я заняла второе место по конкурсу красоты на новый год но я оказался принцессы пола почему 2 но это тоже хорошее место мы поздравляем желаю что в следующем году вы задали первое место на всех конкурсах хорошо ну с новым годом спасибо